Мы говорили не раз в этом году о разные аспекты деятельности мозга, а сегодня пытаемся дать какой-то такой, конечно, очень беглый обзор его функций. В основном мы будем говорить про головной мозг, потому что про спинной уже говорили, когда шла речь про безусловные рефлексии. Ну и в конце я расскажу про некоторые функции, которые свойственны в первую очередь человеческому мозгу, и которые, конечно, для нас, наверное, наиболее интересны. Вообще нервная система того или иного строения есть у всех животных, кроме самых-самых примитивных, у губок ее нет. И, видимо, появление этой нервной системы связано с тем, что надо было управлять мышцами. Для животных характерна подвижность, многие из них водят добычу, именно для управления мышцами, у валюты возникла нервная система. Потому что информацию из окружающей среды может получать любая клетка, и даже те животные, у которых нет нервной системы, естественно, нуждаются в такой информации, как-то ее получают и перерабатывают. С другой стороны, для того, чтобы управлять мышцами как следует, так, чтобы поведение животного было целесообразно, конечно, и нервные клетки выполняют эту функцию. Специальные нервные клетки, рецепторы получают информацию о тех изменениях, которые происходят либо во внешней среде, либо во внутренней среде. Затем эта информация как-то перерабатывается в нервной системе, как мы с вами обсуждали уже не раз в течение этого курса, и затем уже сигнал передается исполнительным органам, и чаще всего у большинства животных это мышцы, хотя и другие органы тоже находятся под контролем нервной системы. Ну и даже у таких животных, которые очень сильно от нас отличаются, и кажутся нам очень примитивными, а во многих отношениях и действительно намного примитивнее человека, бывают достаточно сложные органы чувств, например, у некоторых медуз есть глаза, которыми они, видимо, различают предметы, могут кого-то увидеть, не только, например, увидеть свет и темноту. И для обработки информации, которая поступает от таких сложных органов чувств, нужна достаточно сложная нервная система. И действительно, у медуз есть несколько разных нервных сетей, в некоторых участках тела сгущение, сплетение нервных волокон, даже скопление нервных клеток, ганглии, которые, видимо, обрабатывают информацию. И все-таки мозга у них нет. Мозга у них нет, если принять общепринятое определение мозга. А общепринятое его определение заключается в том, что это скопление нервных клеток в голове. Или если голова плохо обособлена, то просто у переднего конца тела. И вот такой мозг настоящий есть у подавляющего большинства животных, в том числе, опять-таки, у тех, которые нам кажутся очень примитивными. Ну, например, в школе многие из вас изучали, наверное, плоских червей, там, с этих планарий, да? Не знаю, говорили ли вам, что у них есть мозг, вызывали ли так их центральную нервную систему. Да, передняя часть их нервных стволов, где содержится большая часть нервных клеток, это настоящий головной мозг, причем довольно-таки сложного строения. У круглых червей нематод тоже есть мозг, он тоже находится в передней части тела, и у одной из хорошо изученных нематод состоит всего из 300 клеток, даже меньше, потому что 300 клеток всего в ее центральной нервной системе. А кроме головного мозга, нервные клетки содержатся у нее вот здесь, вот в грешном нервном стволе, вот в этой части тела. В мозге, наверное, клеток 200-150. Тем не менее, такая нервная система обеспечивает достаточно сложное поведение, эта нематода может избегать опасности, искать пищу, находить головных партнеров. И изучая ее, можно много узнать о том, как устроены и как работают мозги у других животных. Но, что касается этих мозгов, вот у нематода этот орган совершенно незаменимый, потому что у нематод вообще нет регенерации, никакие поврежденные органы не восстанавливаются, и если отрезать нематоди передний конец тела, голову, то она просто погибнет. А у планарий все обстоит иначе. У них мозг вполне себе даже и заменимый орган. Если отрезать голову вместе с мозгом планарий, то голова вырастает снова, и образуется новый мозг, как новенький. Для этого у планарий в течение всей жизни сохраняются в теле специальные стволовые клетки, которые находятся внутри ее рыхлой ткани паренхемы. И эти клетки, делясь при регенерации, могут образовывать любые другие клетки тела планарий, в том числе нервные клетки. Как происходит регенерация мозга, как он устанавливает связи с оставшимися в теле продольными нервными стволами, как заново образуются правильные взаимосвязи между отдельными нервными клетками внутри него, далеко не до конца, и в этой связи планарий тоже интенсивно изучают. У планарий и нематод мозг все-таки относительно простой, но у многих других беспозвоночных животных, таких как, например, кольчатые черви, или членистоногие, или моллюски, мозг может быть и очень сложным. В прошлый раз мы говорили про моллюску аплизию, и вот здесь показан ее мозг. Вот эти желтые скопления клеток, головные или церебральные ганглии, это ее головной мозг. Ну, он все-таки устроен достаточно просто и содержит небольшое число клеток. А вот, например, у осьминогов или каракатец, а это, наверное, самые интеллектуальные из всех беспозвоночных, наиболее способные, скажем, к обучению, мозг устроен уже очень сложно, содержит миллионы нервных клеток, причем самая крупная часть этого мозга, вот эта вот, по объему превосходящая все остальные его части, отвечает за анализ зрительной информации. Самый важный орган чувств для осьминогов это зрение, и каракатец тоже. Ну, правда, многие в некотором отношении сильно отличаются от нас тоже по строению нервной системы, потому что у них много нервных клеток и в других частях тела. Например, в руках щупальца. Общее количество нервных клеток, которые там находятся, даже больше, чем в мозге. И, в отличие от нашей оторванной руки, оторванная щупальца-осминога может извиваться, ползти, только в большинстве случаев оно не понимает, куда ему ползти, потому что для этого нужно, чтобы ему управлял мозг. Есть, правда, и исключения. Есть такие осминоги, у которых щупальца самца отрывается и с прикрепленным к нему пакетиком со сперматозоидом плывет, само находит самку, заплывает в романтийную полость, осуществляет оплодотворение, а самец с такими пустяками не занимается. Своё, собственно, и щупальца. У нас такое невозможно. Но если перейти на шаг ближе к человеку, то оказывается, что и у человека, и у всех остальных позвоночных животных мозг устроен по весьма сходному, попрямую плаву. У взрослых позвоночных мозг состоит из пяти отделов, потом мы их поподробнее рассмотрим, пока их только назову. Это конечный мозг, это промежуточный мозг, к которому привыкает гипофиз, железа внутренней секреции, это средний мозг, задний, частью которого является мозжечок, и продолговатый. Но при этом, конечно, по внутреннему строению, а также по относительным размерам и своей сложности, мозг у разных позвоночных очень сильно различается. Но вы привыкли, глядя на себя, думать, что какого размера голова, такого размера и мозг. У человека это примерно так, как видите. Но у других позвоночных это, конечно, не так. Если, например, посмотреть на этот рисунок, видите, какого размера голова у крокодила, и какой объем на самом деле внутри головы занимает его головной мозг. Он гораздо меньше. При этом надо отметить, что внутри каждого класса позвоночных и размеры мозга по отношению к размерам тела и размеры разных отделов мозга варьируют в достаточно широких пределах. Ну, например, вообще-то у рыб мозги очень маленькие, но бывают такие рыбы, у которых и общие размеры мозга, и особенно в данном случае мозжечок, достигает гораздо более крупных размеров, чем в среднем. Такая рыбка Мармирус, которая живет в мутной воде и ориентируется с помощью электролокации. И у нее, возможно, в связи с этим увеличился определенный отдел мозга. Ну, у самого человека центральная нервная система состоит из двух отделов. Это спинной мозг и головной. Про спинной мозг мы почти сегодня говорить не будем, а головной мозг мы будем как раз обсуждать. Граница между ними довольно-таки условная. Считается, что она проходит просто по большому затылочному отверстию черепа, и все, что находится внутри черепа, называется головным мозгом, а все, что за его пределами, спинным. На самом деле, продолговатый мозг довольно постепенно переходит спинной резкой границы ко мне. Понятно, что и спинной, и головной мозг получают информацию от органов чувств. Спинной мозг через спинно-мозговые, а черепной через черепно-мозговые нервы. Потому что у человека 12 пар. Ну, и они, естественно, связаны между собой. В частности, у человека головной мозг в очень значительной степени контролирует работу спинного. Если связь между ними нарушается, прерывается, что бывает, увы, при травмах позвоночника, то даже те рефлексы, которые замыкаются, казалось бы, целиком через спинной мозг, скажем, коленный или болевой рефлекс, у человека почти полностью исчезают, угасают. И только спустя очень длинный момент стично восстанавливаются. Ну, и головной мозг контролирует разные отделы нервной системы. Про них мы будем говорить. Отчасти он управляет и вегетативной нервной системой, а вегетативные называются те отделы нашей нервной системы, которые посылают сигналы гладким мышцам внутренних органов, сосудов, пешечника, ночевого пузыря, всяких других органов, желудка, а также железом этих органов. Ну, и, кроме того, управляет сердцем, сердечной мышцей. Кроме того, конечно, головной мозг в значительной степени, как я уже сказал, осуществляет контроль за всей соматической нервной системой, которая управляет у человека только скелетными, поперечно-полосатыми мышцами, и таким образом отвечает за все наши произвольные движения. А, следовательно, и за все наше поведение есть не что иное, как совокупность движений. Несколько слов я скажу про то, как мозг развивается в ходе индивидуального развития человека, антогенеза. Хотя это отдельная большая тема, конечно. Ну, может быть, в школе говорили кому-то, а может и не говорили, что у всех позвоночных вообще центральная нервная система, головной и спиной мозг образуются на спине и с такого впячивания покрова в нервной трубке. Вот здесь она показана сверху, а вот здесь она показана в разрезе. Сначала зачаток нервной системы находится просто на поверхности тела, на спине. Кстати, у большинства других животных наоборот, на брюсе. Только у нас нервная система занимает спинное положение. А потом постепенно вот этот вот участок покровов, нервная пластинка, начинает впячиваться внутрь, погружается постепенно под покровы, отделяется от покровов, и образуется нервная трубка. Это зачаток спинного мозга человека. Кроме нервной трубки, часть клеток образуют нервные гребни. Эти клетки впоследствии расползаются по всему телу, из них образуются многие наши рецепторы, а также нервные глы, ганглии, медитативные нервные системы и некоторые другие. Ну а из нервной трубки впоследствии разобьется головной и спиной мозг. Обратите, кстати, внимание, что на некоторой стадии развития нервная трубка открыта, и спереди, и сзади. У нее есть отверстия, которые в норме потом должны закрыться, зарасти. Ну и дальше из передней части этой нервной трубки образуется как раз наш головной мозг. Сначала тут образуются три таких вздутия, первичные мозговые пузыри. Они называются передний мозг, средний и задний. А потом два из них подразделяются еще на два отдела, я их повторю. Передний мозг разделяется на конечный, у человека это большие полушария мозга, и промежуточный. Передний мозг ни на что не подразделяется, а задний мозг разделяется на, собственно, задний мозг, в состав которого входит выжечок, и продолговатый. Итак, у человека есть пять отделов головного мозга. Конечный, промежуточный, средний, задний и продолговатый. Постепенно переходящий в спинную мозг. Повторите еще раз. Конечный, промежуточный, средний, задний, продолговатый. Здесь их нарисовано очень схематично, потому что на самом деле у зародыша человека довольно ранней стадии. Явная трубка на переднем конце резко изгибается. И все эти мозговые пузыри расположены вовсе не по линейке, а вот так вот крючком. Ну а потом какие-то отделы мозга начинают разрастаться, у человека в первую очередь большие полушария, и к моменту рождения, по форме и строению, в целом мозг новорожденного уже более-менее похож на мозг взрослого человека. Это, конечно, по своим возможностям еще сильно от него отличается. Если же посмотреть, что при этом происходит с клетками, то оказывается, что нервные клетки образуются там тоже из специальных стволовых клеток нейропластов, и образуются они вот здесь, у бокам, которые находятся внутри нервной трубки. Там происходит деление нейропластов, которые продолжаются во время развития нервной системы, а к поверхности нервной трубки в это время тянутся уже специальные вспомогательные клетки, клетки радиальной глии. И вновь образующиеся будущие нервные клетки и реальные клетки тоже ползут вот отсюда сюда, она постепенно вдоль этой глии, как змея по какому-то веревочному каналу. Дальше они доползают до каких-то определенных мест и располагаются там у человека во многих отделах головного мозга в виде слоев. Поэтому, например, кора головного мозга человека – многослойная структура. Она состоит из многих слоев нейронов, которые постепенно выползали туда из внутренних частей мозга при развитии нервной системы. Поскольку мозг устроен очень сложно, связи между нервными клетками многообразны в нем, многие детали его строения до сих пор неизвестны. Никогда можно будет сказать, что строение мозга более-менее известно. Когда будут известны все связи между клетками. Только одних клеток в мозгу человека явно больше 10 миллиардов, а по некоторым оценкам 100 миллиардов. Связей в тысячи раз больше. И поэтому анатомам есть чем заняться, изучая мозг даже в наши дни. Кроме того, интересно не просто, как эти связи устроены, но и как они работают, как они функционируют, за что они отвечают. А тут еще больше непонятного. Поэтому сейчас начался такой амбициозный, можно сказать, проект конлектома человека. Ученые задались целью установить все взаимосвязи между клетками головного мозга человека. Поскольку сейчас для этого более или менее появились какие-то технические возможности. Стало казаться хотя бы в принципе реальным изучать такую сложную структуру. Тут, например, показаны некоторые результаты. Раз показаны те связи между разными отделами мозга, которые с увеличением возраста человека от новорожденности до взрослого состояния усиливаются, а зеленые пока связи, которые наоборот ослабевают. Ну и интересно, конечно, будет в будущем понять, а как это связано с тем, что человек начинает постепенно иначе себя вести. Наверное, наиболее важный и интересный вопрос в изучении развития мозга заключается в том, как же нервные клетки образуют правильные связи друг с другом. Это понятно, что если бы нейроны не умели образовывать друг с другом правильные, строго специфичные связи, то мозг просто не смог бы функционировать. Про это довольно много уже известно, хотя тоже это изучено далеко не до конца. И здесь показано примерно, как нервная клетка вот этого может найти к дорогу той клетке, с которой она должна образовать контакт, синус. Ну, вот у нее растет такой отросток, на конце у него специальная ложноножка, он у сроста, который ощупывает дорогу. Пользуется разными подсказками для того, чтобы расти в нужном направлении. Вот, например, вот здесь вот, поблизости от тела этой клетки, находится группа, что приклеится, потому что на них есть специальные молекулы, которые обладают для этого конкретного аксона клейкими свойствами. Дальше может оказаться, что в нужном направлении уже раньше пророс какой-то аксон другой нервной клетки. И тогда этот аксон растет вдоль него, используя его как указатель, как стрелку, которую ведет в нужном направлении. Аксоны вообще любят расти пучками. Образовывать пучки и расти вместе. В каком-нибудь направлении. Ну, потом оказывается, что какого-то ему надо с этой тропинки свернуть. До этого, например, может оказаться, что соседние клетки, вот здесь по соседству это смешению, выделяют какое-то вещество, которое он чует. И он может расти в нужном направлении, определяя это направление по западу. А чтобы он не начал расти куда-нибудь, куда не надо, вот эти вот клетки выделяют вещество, которое не привлекает его, а наоборот отпугивают. И тогда он отворачивает от них, видите, вот здесь вот, и наконец-то попадает в нужной клетке вишень. Конечно, объясняю на пальцах. На самом деле процессы эти достаточно сложные, и повторюсь, не до конца изучим. Хотя многое про это известно. Как и во многих других органах в мозге, на некоторых стадиях развития образуются избыточные клетки и избыточные лишние контакты между ними, которые впоследствии отмирают. Причем это не значит, что когда у ребенка образовались лишние нервные клетки или лишние контакты, синапсы, он в этот момент умнее или лучше видит, чем взрослый человек. Как раз наоборот. Здесь, кстати, показано, как меняется число синапсов между клетками, как раз в зрительной коре у человека. Как видите, максимального количества, оказывается, достигает это число к 8 месяцам после рождения, а потом заметно взрослому состоянию убывает, что-то не в два раза. Нет, дело в том, что сначала связи между нервными клетками оказываются просто гораздо менее специфичными. Там с кем-нибудь наделаем контакты, а там будет видно, какие из них рабочие. Если какие-то две нервных клетки возбуждаются вместе, одновременно, то это означает, что связь между ними правильная, она будет сохраняться и усиливаться, а остальные связи, ненужные, отомрут. Отчасти в ходе этих процессов происходит и конкуренция. Например, для того, чтобы нервная клетка выживала, она должна получать факторы роста от клетки-мишени. И те нервные клетки, которые первые прорастают по нужному адресу, достигают своих клеток-мишени и получают больше этих факторов роста, могут выжить, а остальные, которым не повезло, которые росли медленнее, отмирают. Я хочу подчеркнуть, что гибель клеток и уничтожение части контактов между ними – нормальное и необходимое явление для нормального развития нервной системы. И, видимо, не только человека, но практически всех животных. Ну а теперь мы немножко поговорим про то, как мозг человека развивался в ходе эволюции. Уже не у одного человека в ходе его развития, а в ходе эволюции. Но человека часто сравнивают по умственным способностям с другими животными, хотя сделать это очень непросто, конечно. Как оценить умственные способности вообще, никто не знает. Известно только, как можно оценить способность решать те или иные задачи. В общем, понятно, что человек умнее живет во многих отношениях. Как это связано с размерами его мозга? В общем, довольно непосредственно. Правда, мерить, конечно, размеры по-разному. Самый такой прямой и в то же время тупой способ – это посмотреть просто, сколько мозг весит. Ну и тогда понятно, что больше всего мозг будет весить у какого-нибудь там синего кита, поменьше у слона и заметно меньше у человека. Хотя по массе тела человек отличается от слона. Сейчас мы оцениваем. Человек весит, например, не очень большой 50 кг, а слон может большой, весит 5 тонн в 100 раз. А по размерам мозга, как видите, они различаются всего в 3 раз. Более надежные показатели – это относительные размеры мозга, отношение массы мозга к массе тела. Если выстроить животных в ряд по этому показателю, то человек уже занимает первое место. Но, правда, как-то странно. Слоны оказываются глупее овцы. Довольно трудно в это поверить. На самом деле слоны достаточно интересуальные животные. Хотя первые 3 места – они такие нормальные, вроде бы. Дело в том, что по мере роста тело растет, по некоторым законам роста, быстрее, чем мозг. И на это различие в скорости роста надо делать заметную поправку. Для того, чтобы ее можно было сделать, существуют специальные формулы, и если их использовать для вычисления, вычисления, так называемого коэффициента энцефализации, то ряд оказывается наиболее такой разумный, соответствующий здравому смыслу. В этом ряду второе место за человеком занимают дельфины. Довольно на высоком месте рядом с шимпанзе находятся осадки, крупные хищные дельфины или маленькие киты. Дальше располагаются слоны. А отца оказывается уже все-таки достаточно далеко позади слона. Как эволюционировал мозг у позвоночных, я рассказывать не буду, а вот как он эволюционировал уже у ближайших предков человека, я пару слов про это скажу. Общие предки человека и ближайшие уровни современного родственника шимпанзе жили примерно там 7, может быть, чуть меньше, миллионов лет тому назад. По геологическим масштабам это сравнительно недавно, поэтому шимпанзе по многим признакам очень похоже на человека. Но потом эти линии разделились. Одна линия эволюции привела к современным человекообразным обезьянам, в том числе к шимпанзе, а другая к линии человека. И в этой линии одни из наиболее известных наших предшественников были такие, наверное, все-таки обезьяны, австралопитеки. Они ходили и даже бегали довольно ловко на двух ногах, как человек. Но мозг вполне обезьян. Умели ли они пользоваться орудиями, неизвестно, но скорее да. А умели ли они их изготавливать, тоже неизвестно, но скорее нет. Мозг у них был такого же объема, как у шимпанзе, а это примерно 350 кубических сантиметров, или 350 миллилитров. И вот примерно 2 миллиона лет назад возникли первые представители нашего рода, родопома. Австралопитеками и ранними людьми принято проводить как раз по объему мозга. Когда его объем превысил, по какой-то уровень, примерно 500-600 кубических сантиметров, те, у кого он больше, уже считаются людьми, а те, у кого меньше, часто австралопитек. Ну, это вот спорный метр счет, естественно. Показан относительный размер мозга у разных представителей рода человека. Он рос очень быстро и очень резко в течение следующих 2 миллионов лет. А именно 2 миллиона лет назад, когда появился человек умелый, а человек умелый был назван за то, что научился изготавливать каменные орудия, хотя и примитивные, произошел переход на мясную диету. По-видимому, сначала эти самые люди умелые своими каменными орудиями рассекали шкуры и разбивали кости убитых хищниками или мертвых крупных животных, вроде слонов. Таким образом питались падальни. Ну, а потом довольно быстро и сами перешли охоте на крупных животных. Ну, и после того, как возник наш вид, а это все-таки тоже было уже 200 тысяч лет назад, размер мозга совершенно не менялся и строение его тоже не менялось. Поэтому, возможно, что достигнут был некоторый прензит. Во-первых, с такой большой головой трудно рождать детенышей, поэтому, если бы мозг был еще больше, то возникли бы сложности с рождением. Ну, а во-вторых, не случайное увеличение размера мозга было связано с переходом на мясную диету. Все-таки это орган, который потребляет очень много энергии, и чтобы его вырастить и поддерживать его активную жизнедеятельность, нужна высококалорийная пища, хорошо усвояемая. Поэтому неизвестно, окупались бы или нет энергетические затраты на содержание еще более крупного мозга. Так что вряд ли человек превратится когда-нибудь в такое существо, которое иногда рисует фантаст. С вот таким тельцем, вот такой головой. Это вряд ли возможно. Ну, а все-таки, почему человеку понадобились такие крупные мозги? Значит, возможность для их роста в эволюции дал переход на мясную пищу. Мало ли кто питается мясом. Далеко же не у всех из-за этого за 2 миллиона лет объем мозга возрос в трое, как у людей. У других животных этого не произошло. Сейчас большинство ученых сходятся на том, что человека все-таки в основном создал не труд, как когда-то думали, хотя и он, может быть, играл важную роль, а общение, взаимодействие с другими людьми. Дело в том, что из всех млекопитающих человек, несомненно, самое социальное животное. Ему приходится поддерживать наиболее сложные взаимоотношения с наибольшим числом своих товарищей по виду. И надо сказать, что, например, маленькие дети уже в возрасте примерно 3-4 лет не опережают маленьких обезьянок такого же биологического возраста ни в одной группе заданий, кроме единственной группы. Это задания на общение с другими людьми, на установление социальных связей и решение всяких социальных задач. А вот здесь они оказываются сильны впереди. Хотя, конечно, играли роль и другие факторы. Видимо, хорошие, крупные, сложно устроенные мозги нужны для того, чтобы изготавливать каменные инструменты, потому что обезьян нельзя этому научить, даже если учить. А также освоение речи. Про это мы еще поговорим. Ну и вот я недаром все время говорю про обезьян, потому что, конечно, сравнивая человека с обезьянами, можно попробовать установить, о чем же наш мозг так уникален. Почему наше мышление и его возможности все-таки так сильно отличаются от обезьян. Сделать это сложно, на самом деле. Потому что не просто у человека и обезьяны наборы генов одинаковые, но и строения большинства этих генов практически не отличаются. Почти все наши белки очень мало отличаются от белков шимпанзе. А строение тела, в том числе мозга, отличается почему-то очень сильно. С чем это связано? С чем это может быть вызвано? Может быть связано с тем, что работают эти гены все-таки сильно по-другому. Изменилась регуляция их работы, и каких-то белков в нашем мозге образуется больше, каких-то меньше, какие-то образуются немножко в других участках, и от этого зависят такие сильные, резкие различия между нами и шимпанзе. Ну, так же, как постоянно появляются какие-то сообщения про то, что найдена там молекула памяти, также появляются сообщения о том, что найден какой-то уникальный ген, который отвечает за умственную деятельность человека, за развитие его речи и так далее. И действительно некоторые гены, которые имеют отношение к развитию речи, были найдены. Вот, например, такой ген, фокус-2, есть, правда, не только у человека, но и у животных, и даже не только у млекопитающих, но и птиц. Он действительно связан с развитием речи. Это установлено, например, благодаря тому факту, что некоторые мутации вызывают тяжелые нарушения освоения речи в людей. Люди с некоторыми мутациями в этом гене просто не могут научиться говорить, хотя в остальном они вроде бы нормально. Ничего такого с ним не происходит. Вот видно, почему трудно установить, какие же гены отвечают за развитие мозга человека. Почему это сложно установить? Потому что тот же ген фокус-2 оказался, как говорят, регулятором высокого уровня. Оказалось, что он один влияет на работу нескольких сотен генов, и надо выяснять для каждого такого случая, что это за гены, что они делают, почему при изменении их работы в работе и строении мозга что-то меняется. Другой ген речи, который был обнаружен сравнительно недавно, и нарушения, в котором тоже ведут к нарушению речи, и, кстати, полиморфизм по этому гену разный у разных людей, как выяснилось, связан с их способностью к изучению иностранных языков, так что отчасти эта способность генетически обусловлена. Вот этот ген тоже выполняет достаточно общие функции. Он как раз заведует в организмах всех животных направлением роста аксонов. И почему именно конкретно у человека именно этот ген связан с такой человеческой особенностью, его способность осваивать языки, до конца не ясно. Ну а теперь, когда мы чуть-чуть поговорили про развитие мозга в индивидуальном, развитии эволюции, в антогенезе и филогенезе, поговорим про его строение. Я очень коротко, буквально бегу уголоком по Европам, расскажу, зачем нужны эти пять отделов, что они, собственно, делают. Естественно, на самом деле, каждый из них выполняет гораздо больше функций, чем я назову. Я назову только самые такие, стандартные, известные, а потом яблоки из них рассмотрю поподробнее. Мы начнем сзади, двигаясь от спинного мозга. Вот продолговатый мозг, он содержит два очень важных центра. Дыхательный центр, который управляет дыхательными движениями, рёбер и диафрагмой, и сердечно-сосудистый, который регулирует работу сердца и кровяное давление, изменяя тумус сосудов. Также там находятся центры некоторых так называемых защитных рефлексов. Кашля, рвоты, дачихания, центр глотательного рефлекса. Туда непосредственно поступает информация от органов слуха и равновесия, хотя там она почти не анализируется. Он выполняет и многие другие функции. Ну а также через него осуществляется связь между спинным мозгом и головным. В заднем мозге имеется много там всяких ядер, куда тоже поступают разные информации от органов чувств. Кроме того, вместе с продолговатым от части среднего мозга образует ствол мозга. В стволе мозга находится такая сеть нейронов, обширная, которая называется ретикулярная формация. От уровня активности этой сети нейронов зависит спид человека или бодрство. Хотя ей, в свою очередь, управляют другие центры мозга, которые отвечают за сон и бодрство. Вообще сон – это загадочная совершенно вещь, я решила сегодня про него не рассказать, хотя и тем неинтересно. Ну и частью заднего мозга является мозжечок. Значит, если животным целиком удалить мозжечок, бедные подопытные собаки, такое животное рано или поздно погибает, откуда видно, что он играет важную роль в регуляции каких-то вегетативных функций, работы внутренних органов. Но такие повреждения на практике встречаются редко. Обычно повреждается кора мозжечка, а он покрыт слоем нервной ткани, нервных клеток. Кору, как и большие полушария. А при повреждении коры мозжечка обычно нарушается то, что называется заученными движениями. Вот при повреждении мозжечка у человека, например, нарушается походка, он начинает ходить как пьяный. Если он хорошо умел ездить на велосипеде, то после этого он может разучиться, он не может нормально писать, рука не слушается его и дергается при письме. Кроме того, было показано, что мозжечок играет и некоторую роль в обучении, например, в выработке условных рефлексов, даже не связанных с движениями. Ну и другие функции мозжечка тоже есть. Следующий отдел мозга – это средний мозг. Ну и в среднем мозге тоже есть много всяких ядер, он выполняет много всяких функций. Я скажу только вот здесь вот, крыши, как говорят, среднего мозга, есть четверохоловые, четыре бугорка. И передние бугорки этого четверохолния зрительные, а задние – слуховые. Туда поступает информация от органов зрения и органов слуха. Причем там эта информация уже частично перерабатывается. На самом деле эти участки мозга устроены достаточно сложно. Вот, например, в передних бугорках имеется карта сетчатки. То есть информация от соседних точек сетчатки глаза попадает в соответствующие соседние точки этого участка мозга. Там есть как бы карта того, что мы видим. Эти зрительные бугры, они управляют движениями глаз, во-первых. Они очень важны для нормального зрения. А во-вторых, они отвечают за так называемые ориентировочные рефлексы. Если мы видим сбоку, в боковой части поля зрения что-то такое там мелькающее или светящееся, или яркое, и не понимаем, что это, то мы сразу поворачиваем туда голову или переводим в гугля. Вот за такой вот рефлекс отвечают передние зрительные бугры четверо-четверофоны. Ну а задние, соответственно, отвечают за такие же ориентировочные слуховые рефлексы. Если мы слышим какой-то непонятный, незнакомый звук, то мы тоже почти всегда настораживаемся и стараемся понять, что это такое. Иногда эти рефлексы так и называют что такое, кто такое. Хотя у среднего мозга есть и множество других мозг. Дальше идем промежуточный мозг. И в промежуточном мозге есть два основных отдела. Они называются таламус и гипоталамус. Таламус находится сверху, а гипоталамус снизу. Про связь гипоталамуса с гипофизом эндокринной системой у нас была целая лекция. Но кроме того, и таламус, и гипоталамус выполняют множество всяких других важных функций. Таламус играет важную роль в памяти, как я рассказывал на прошлой лекции. Он играет очень важную роль в управлении движениями. Ну а также он служит такой вот пересадочной станцией на пути всей информации, которая поступает от всех органов чувств в кору больших полушарий. И отчасти, по-видимому, эта информация в таламусе фильтруется. Он там решает, какая информация важная, а какая не важная. Если информация явно не важная, то дальше мы ее не осознаем. Нашего сознания она не достигает. Мы не обращаем на нее внимания. А если информация более-менее важная, незнакомая или биологически значимая, наоборот, то тогда через таламус, при его участии, эта информация передается дальше в кору больших полушарий конечного мозга, и тогда мы осознаем, что-то такое происходит. А про функции гипоталамуса я поподробнее расскажу чуть позже. Ну и, наконец, конечный мозг, который состоит из больших полушарий, отвечает за все, что мы воспринимаем на сознательном уровне, за все наши таким образом ощущения. Когда мы понимаем, что мы что-то увидели, то за это он отвечает, что мы что-то услышали, что-то почуяли, почувствовали на вкус, там, потрогали, поняли, что это. Ну а, кроме того, отвечает за наши сознательные ответные действия, то есть за все наши сознательные произвольные движения и связанные с ними поведения. Как он устроен и как работает, я тоже расскажу чуть позже. Вот я говорил про отдельные отделы мозга, но надо очень четко представлять себе, что в осуществлении многих функций, даже, наверное, всех или почти всех функций, за которые отвечает головной мозг, совместно участвуют разные его отделы, которые анатомически могут относиться к разным частям головного мозга, а функционально связаны между собой. Вот, например, есть такая функциональная система, которая называется лимбическая система мозга. Часть ее находится в переднем мозге, в больших полушариях, только не в коре, а глубже, в глубоких отделах больших полушарий. Часть относится к промежуточному мозгу, какие-то задние части ее близко находятся к среднему мозгу, хотя, кажется, сам средний мозг в ней не участвует. И весь этот комплекс разнообразных отделов мозга управляет ум человека эмоциями, различными его эмоциональными реакциями. Про это я еще поговорю потом. А в то же время в эту систему входит и гиппокам, о котором я подробно рассказывал на прошлой лекции, и который тесно связан с научением. Многие отделы мозга выполняют вместе одну функцию, и в то же время один отдел, даже очень небольшой, может быть задействован в самых разнообразных функциях. Вот гипоталамус, про который я сейчас расскажу поподробнее, это всего-то на всем вот такой вот кусочек нервной ткани, размером там с грецкий орех, или чуть больше. Тем не менее, в нем находится множество разных скоплений нервных клеток, нервных ядер, нервных центров, и каждая из них отвечает за некоторые очень важные функции. Во-первых, гипоталамус регулирует во многом работу остальной вегетативной системы. То есть то, насколько там часто бьется наше сердце, какое у нас кровяное давление, сокращается в мышцы нашего желудка, выделяется у нас, наверное, желудочный сок, во многом зависит от функционирования именно этого участка мозга. Делает это, с одной стороны, через нервы, вегетативные нервные системы, а с другой стороны, контролируя выделение гормонов гипофизом через систему эндокринной регуляции. А для того, чтобы регулировать такие жизненные функции, которые связаны в первую очередь с поддержанием гомеостаза, то есть постоянства нашей внутренней среды, наши клетки любят, когда вокруг ничего не меняется, им надо, чтобы у них было постоянное там вокруг них содержание кислорода, температура, концентрация глюкозы, кислотность, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Для всего этого гипоталамус должен, конечно же, опять-таки хорошо владеть информацией. Он должен представлять себе состояние этой внутренней среды. Поэтому многие клетки гипоталамуса обладают свойствами рецепторов и сами могут мерить какие-то показатели. Ну, например, в гипоталамусе имеется центр терморегуляции. И в этом есть клетки, терморецепторы, которые реагируют на холод и на тепло. Но они есть, конечно, и в коже, как вы понимаете. Но кожа гипоталамус не очень-то доверяет, если у вас там начала мерзнуть лапа, допустим, ничего, подумаешь, может, вы ее в холодную воду засунули нарочно. Реагировать на это не очень-то надо. А вот если меняется температура крови, например, понижается, да, и это чувствуют клетки гипоталамуса, то это означает, что вы уже действительно всерьез замерзаете. Когда гипоталамус предпринимает какие-то меры, значит, он может послать сигнал через гервные клетки, и вы не пытаетесь уважать. У вас встают дыбом волосы, правда, человеку это не помогает, потому что волосы осталось мало, а живот не помогает, они распушаются. Дальше идет сигнал к щитовидной железе, выделяется больше тероксина, и организм больше потребляет пищи, больше греется там, ну и так далее. Как можно доказать, в частности, что центр терморегуляции находится именно в гипоталамусе? Вот такой был проделан, в частности, эксперимент на животных. Животному можно вживлять мозг электрода и раздражать какой-то центр, а можно просто вживить проволочку и ничего не раздражать. Так вот, если в центр терморегуляции гипоталамуса вживить проволочку, а другой ее, наконец, охлаждать, например, жиркий азот, она будет сильно остужаться на всем протяжении. Животное, которое сидит в теплой комнате, будет в полной уверенности находиться, что оно страшно замерзает. И это животное начнет дрожать, распушить шерсть, и, естественно, на самом деле температура тела его повысится выше нормы. Потому что таким образом его мозг окажется обманом, и система регуляции нарушится. Другой важный центр голода и жажды, он в значительной степени реагирует в клетке этого центра на концентрацию гормонов, которые регулируют аппетит. Но отчасти и на нервные импульсы, которые приходят, например, из желудка, он тоже обращает внимание, хотя и меньше. И важность этого центра тоже показывает опыты животных, и, увы, заболевания, которые нередко встречаются у людей. Если животному разрушить центр насыщения, то это животное почти непрерывно ест, но если, конечно, даматик давать ему пищу, очень быстро накапливает избыточный вес, начинает страдать от ожирения и погибает. А если разрушить центр голода, то поток этого животного, то оно не обращает никакого внимания на пищу, вообще перестает есть, тоже погибает. К сожалению, и в связи с нарушениями функционирования этих центров, и еще чаще в связи с всякими психологическими проблемами, у человека тоже встречаются обе ситуации. И чрезмерная такая вот патологическая прожорливость, булемия и отказ от пищи, анорексия. Но таких больных пытаются лечить, иногда успешно, иногда и безуспешно. Наверное, одним из самых ярких открытий в 20 веке было открытие центра ярости в гипоталамусе. Действительно красивое такое открытие. Открыли его, насколько я помню, у кошек, может быть, сначала у крыс, правда. Значит, оказалось, что если животному вживительный электрод раздражает слабым электрическим током, то это животное действительно впадает в ярость. Теперь, если кошка при этом находится в пустой комнате, то она распушает хвост, выпускает когти, начинает урчать и буквально, в смысле слова, бросается на стенки. А если рядом находится экспериментатор, то бросается на него. Еще интересно, что за охотничье поведение, как выяснилось, отвечает совершенно другой центр. Когда мышка, как кошка, извините, охотится на мышку, то она вовсе на нее не сердится и ни в какую ярость не впадает. Такой испанский ученый по фамилии Дельгадо поставил еще более красивый эксперимент. Он вживил такой же электрод с дистанционным управлением в мозг боевого быка, который выступал на арене боя быков. Ну а если есть центр ярости, то есть и соседний центр, который его тормозит. Оказывается, что там есть и центр торможения ярости. И когда бык на него кидался, нажимал на кнопочку радиопередатчика, и бык этот, отвернувшись от него в сторону, начинал спокойно щипать травку, забывая, что он должен злиться на любого человека, который увидит сосед. Оказывается, такими эмоциями, в общем, можно вполне управлять при желании. Но не менее красивое, отчасти, может быть, и страшноватое открытие было сделано, когда в том же гипоталамусе был обнажен центр удовольствия. Оказалось, что если крысе обживить туда проволочку, через которую она сама может пропускать электрический ток, нажимая на кнопку или на педаль, такая крыса почти непрерывно занимается только этим, не обращает никакого внимания на окружающих крыс, забывает есть и пить, может даже в каких-то случаях погибнуть от истощения в результате. Заметим, что все эти центры есть и у человека. Теперь мы поподробнее поговорим все-таки про кору больших полушарий, потому что в первую очередь, конечно, этот отдел мозга отвечает за такие человеческие черты. Вот принято в школьных учебниках делить эту кору на четыре большие доли, которые тут показаны. Затылочная, точная, теменная, лобная. Это деление принято и в анатомии, но, конечно, на самом-то деле в анатомии существует и деление более дробное. Еще в конце 19-го или в начале 20-го века анатом Гродман установил, что строение коры по некоторым деталям различается в разных участках больших полушарий. И по особенностям этого строения он разделил всю кору примерно на 50 полей. Деление на поля по Гродману сохранилось до сих пор и используется в описаниях мозга. В разных долях, в разных полях существуют зоны, которые отвечают за разные функции. Ну и некоторые из них вполне понятны. Вот, например, в затылочной зоне появится первичная зрительная кора. Туда, через средний мозг, а до этого через промежуточный еще мозг, поступает вся эта информация от глаз, и там тоже имеется карта сетчатки двух глаз. Две эти карты налегают друг на друг. То есть из соседних точек сетчатки как бы изображение проинцируется туда, в эту кору. При ее травмах человек слеплится. И вылечивать это пока не будет. Вот здесь вот, в височной доле, имеется первичная слуховая кора. Куда поступает информация от органов слуха. А вот здесь вот, в теменной доле, имеется участок, который отвечает за кожно-мышечные чувства. Он называется соматосенсорный окорак. Это та область, которая позволяет нам чувствовать свое собственное тело. Прикосновение, давление, положение странствия. По соседству с нервами, уже в лобной доле, находится моторная кора. Как они устроены, я сейчас тоже скажу немножко. Вот эта зона называется премоторная кора. Ну а что же находится вот в этих белых участках? Нам надо сказать, что их обширность, это тоже одно из человеческих качеств. Если бы мы рядом поместили мозг, например, землеройки, то все вот эти вот зоны бы почти соприкасались. И еще вот здесь бы был такой огромный участок, отвечающий за обоняние. А у человека он спрятан туда внутрь, по ушами, и не виден. Очень маленький. Вот что же это за белые участки? Во-первых, эти белые участки, это так называемая ассоциативная кора, которая сравнивает информацию, которая поступает от разных органов, например, органов слуха и зрения, и сопоставляет ее с тем, что уже известно про эти раздражители, с предыдущим опытом. И во-вторых, вот эта вот область, префронтальная кора, это кора так называемая молчащая. Часто мозг изучает, как я упоминал в прошлый раз, раздражая какие-то участки и глядя, что человек при этом чувствует. Вот если раздражать префронтальную кору, он ничего не чувствует. А противоположный вариант – это раздражать какие-нибудь участки тела или органы чувств и искать тот участок мозга, который на это реагирует. Ну, например, если мы покажем человек какую-то картинку, то у него возникнут нервные импульсы в затылочной и зрительной коре. Если мы будем там издавать какой-нибудь звук, то возникнут нервные импульсы в клетках височных. Вот опять-таки, ни при каких раздражениях в клетках этой фронтальной коре никаких нервных не возникает. Поэтому мы ее назвали в свое время молчащим. Но впоследствии оказалось, что это самая главная часть нашего мозга. Это было выяснено в разных экспериментах. Одна из их серий тоже была такая трагическая. Больных, эпилепсии, а иногда больных тяжелыми психическими расстройствами, агрессивным поведением пытались лечить, отделяя эту префронтальную кору от основного головного мозга. Такая операция называлась лоботомия. Это помогало. Действительно, эпилепсия прекращалась, а, как говорили тогда буйно помешанные, психически больные с агрессивным поведением начинали вести себя гораздо спокойнее. Но оказалось, что при этом люди утрачивают большую часть своих чисто человеческих качеств. Они, например, перестают понимать юмор. И понимают шут. Они не могут строить никакие сколько-нибудь долговременные планы. Если они их строят, то они совершенно фантастические, а через короткое время они сами забывают о том, какие планы в их голове возникали. Так что они не умеют планировать свое будущее в результате. Ну и другие всякие личностные нарушения при этом возникают. Так что оказалось, что хотя эта кора и молчащая, она, якобы молчащая, она выполняет очень важную. Я говорил, что я расскажу, как устроена самотосенсорная и моторная кора. Оказывается, они устроены так же, как зрительная, по тому же принципу. Только в зрительной коре есть карта сетчатки глаза, а в моторной и сенсорной коре имеются карты нашего тела. Вы понимаете, конечно, что на них не нарисован человечек. Просто там есть участки, которые отвечают за чувствительность каких-то отделок и, наоборот, за движение какими-то отделами. Вот эта вот моторная часть, а вот эта вот сенсорная. Почему я говорю, что они устроены так же? Потому что соседние участки тела представлены тоже в соседних участках этой камеры. Вот, например, рядом там с кистью находится предключение, потом плечо. Ну и человечек при этом получается с сильно искаженными пропорциями. Вот кто-то, видите, даже вылетел моторного человечка, но, наверное, не из пластилина, а с помощью компьютерной анимации. Чтобы было видно, как бы выглядел такой человечек, если бы он их один. Значит, принцип тут какой? В сенсорной коре чем гуще расположены рецепторы, то есть тем чувствительнее эта область тела, тем больше участок это занимает. Оказывается, самые чувствительные области нашей кожи это губы, окружающие часть лица, а также, что неудивительно, пальцы и вообще кисти рук. И больше всего информации в самотосенсорную кору поступает именно от этих участков тела. А там всякая спина и ноги, там рецепторов сравнительно мало, информация оттуда идет неважная, и лишь небольшие участки коры занимаются этими частями тела. Ну и моторная кора тоже очень похожа, на самом деле. Смотрите, чем она управляет в основном. Языком, губами, движением лицевых мышц, а также, в первую очередь, пальцами и кистьями рук. Потому что именно эти части нашего тела совершают наиболее сложные из всех движений, которые мыслены. Ну, с пальцами все понятно, почему они такие движения совершают. Там, чтобы играть на пианино, не знаю, чего-нибудь мастерить, завинчивать маленькую гаечку, а с губами и языком говорить правильно. А там сложные движения нужны для того, чтобы говорить. И вообще, надо сказать, что движения, это только кажется, что эта вещь простая. Даже если они простые. А на самом-то деле, управление имя, это одна из важнейших задач, которая выполняет мозг. Я про это уже когда-то рассказывал, но довольно давно. Давайте представим себе какую-нибудь такую там задачу. Вот в кустале лежит карандаш, а я его хочу взять. Что для этого мне надо? Во-первых, мне надо понять, где он лежит, правильно? Чтобы протянуть к нему руку. При этом оказывается, что определить это вовсе не так просто. Почему? Потому что я для того, чтобы его взять, смотрю на него, уставившись в прямую, и изображение карандаша попадает в центральную область моих глаз. Правильно? А теперь я его сюда и переложу. Если я захочу взять, что я в первую очередь сделаю, я, конечно, поверну голову, ставлюсь на него. И в моих глазах, в моей зрительной коре будет точно такое же изображение. Понятно? Как же можно определить, что в одном случае карандаш лежит вот здесь, а в другом случае он лежит вот здесь? И в одном случае мне надо протягивать руку прямо, а в другом, там, совсем в другом направлении. Оказывается, это вовсе не так просто. До некоторого момента ученые вообще даже не понимали, как это объяснить. Как можно решить такую задачу? Потом советский физиолог, биофизик, фамилий Сентель, придумал, что должны быть такие клетки, которые возбуждаются, независимо от положения головы и глаз, если на них падает изображение определенной точности, когда они видят определенную точку пространства. Нейроны, если они есть, а сначала это была только гипотеза, были названы константом экрана. И его начали искать. Ну где его искать? Естественно, в моторной коре, которая управляет движениями. Искали-искали, никаких таких нейронов, которые раздражаются, когда на них падает изображение определенной точки пространства, независимо от положения глаза головы. Там не оказалось. Потом оказалось, что такие нейроны находятся по соседству, поле 6, в ремоторной коре, которая непосредственно движениями не управляет, а управляет скорее планированием движения. А потом нейроны с такими свойствами были найдены еще в теменной зоне, вот здесь вот, в поле 7. И, по-видимому, информация от органов зрения попадает к ним, потом в поле 6, а потом уже в моторную коробку. Надо сопоставить, где находятся наши голова и глаза относительно тела, и где находится этот константный экран. Перевести координаты из одной системы в другую. И тогда мы поймем, что хотя изображение карандаша попадает на тот же участок, центральный участок, но при этом у нас голова повернута, глаза смотрят направо, значит, рукой надо двигать сюда. Это мы поняли. Оказывается, этого мало. Надо еще понять, где находится наша рука, для того, чтобы двинуть ее в нужном направлении. Некоторые люди из-за разных заболеваний, часто аутоиммунных, теряют чувствительность. У них отсутствует кожно-мышечное чувство, и они не могут понять, где находятся их руки и ноль. Часто такие люди почти полностью обездвижены, и все они не могут делать произвольные движения без контроля зрения. Не зная, где находится твоя рука, вообще невозможно ее двигать. Но многие из них под контролем зрения научаются брать предметы и даже ходить. Но задача эта сильно усложняется. Значит, информация о том, где находится рука, поступает в аматосенсорную кору, оттуда она поступает в моторную кору, в головную луку. Следующая задача. Предметы бывают разного размера, их на нужный угол взять карандаш и не промахнуться. Кроме того, они бывают разной массой. Для того, чтобы, например, подвести стакан с водой к рту, нужно взять его с определенным усилием. А если окажется, что он весит не столько, сколько мы предполагали, то высока вероятность, что мы выплеснем эту воду, то и дадим себе стаканом позубава. В такой же ситуации. Но многие более сложные движения там должен контролировать еще мужичок, для того, чтобы мы не задумывались, как их делать. Все время по ходу дела надо следить за тем, правильно ли это движение совершается, чтобы довести его до конца. В итоге оказывается, что даже в таком вроде бы простом движении участвуют чуть ли не все отделы мозга. Хотя мы совершенно при этом ни о чем не задумываемся. И он может параллельно выполнять кучу других всяких задач. Это его замечательные черты. Танцевать гораздо труднее под музыку, чем брать карандаш. Я не буду рассказывать, что при этом делают наши мозги. Но вы можете догадаться, что здесь задействовано еще больше разных отделов. Почти все. потому что здесь включается еще кроме зрительной коры и слуховая, кроме того, присутствуют эмоции и так далее, и тому подобное. И поэтому, может быть, не случайно из системы управления движением возникла система нейронов, которая, по-видимому, хотя она далеко еще не полностью изучена, во многом отвечает за чисто человеческие свойства. Эти нейроны открыли лет 20 назад. Многие ученые считают, что это тоже одной из крупнейших открытых физиологий за последние 20-летия. Нейроны открыли обезьян, назвали их зеркальными. Ну, как открыли обезьян, давайте я покажу сначала. Обезьяна берет какой-то там фрукт, яблоко и сует его в рот. И в тот момент, когда его берет, обезьяна, у нее возбуждаются некие конкретные зеркальные нейроны. А потом эта обезьяна берет такое же яблоко, но наученный экспериментатором кладет его в горшочек, в рот. И соответствующие нейроны у нее не возбуждаются. После чего эта обезьяна смотрит, что делает человек. В одном случае человек берет яблоко, сует его в рот, а в другом берет яблоко и кладет в коробочку. Так вот, в тот момент, когда человек берет яблоко, еще неизвестно, что он сделает. У обезьяны возбуждаются зеркальные нейроны в том случае, если впоследствии человек положит яблоко в рот. То есть по тому, как человек совершать это движение, по каким-то непонятным критериям, непонятным признакам обезьяна может догадаться, что он собирается сделать. Причем возбуждаются при этом те же самые нейроны, которые возбуждались, когда сама обезьяна это делала. Поэтому они называются зеркальные. Понятно, да? Значит, что можно предположить, для чего эти нейроны могут быть нужны? Прежде всего, они могут быть нужны для того, чтобы интерпретировать поведение других способов и своего вида, чтобы хорошо представлять себе, что думает человек, с которым вы общаетесь, что он там чувствует и что он собирается в следующем момент времени сделать. Ну и люди отличаются нормальные люди повышенной способностью к этому, даже дети четырех лет в сравнении с обезьянами. Возможно, кроме того, эти нейроны помогают учиться просто путем подражания, имитации. А также позволяют человеку осознать отличие себя от других. Эта способность к самоосознанию, кстати, обнаружена только у самых умных животных. Вот догадаться, что в зеркале животные видят само себя, да, могут далеко не все живут. Обезьяны, человек, из птиц, как недавно было выяснено, сороки, вот, например, собаки не могут. Хотя это довольно умные животные. Нет, не могут, не могут. Я вам потом объясню, если хотите, почему, и как это проверить. Догадываясь о чувствах и намерениях других людей, мы можем им и легче в каких-то ситуациях сочувствовать. Поэтому считается, что эти нейроны на каждого человека связаны со способностью к сопереживанию. Что касается имитации, то человек всю жизнь может учиться путем имитации. Обезьяны, видимо, нет. Поэтому, когда говорят, ты обезьянничаешь, это неправильно. Надо говорить, ты человечничаешь. Правда, вот новорожденные макаки, у них хорошо работают зеркальные нейроны. И если человек показывает такой новорожденный обезьянный язык, она имитирует его движение. Зеркальные нейроны при этом активно работают. Ну а если посмотреть, в каких областях головного мозга они есть у обезьянного человека, вот это мозг обезьяны, макаки, да, а вот это мозг человека, видно, что система зеркальных нейронов у человека развита гораздо сильнее. И, по-видимому, в его жизни играет важную роль. Я, правда, должен сделать оговорку и сказать, что некоторые ученые до сих пор вообще не верят, что такие нейроны существуют. Потому что на человеке изучить их особенности толком не удается из-за методических сложностей. У обезьян они точно существуют. Но это почти к себе. Да, у человека так. Теперь я немножко расскажу про речь, потому что это тоже человеческое свойство. Но я рассказывал уже в прошлый раз, что есть две зоны, которые отвечают за речь. Одна из них называется зона верники, а другая зона брака. Зона верники находится рядом со слуховой корой. Высочной доли. А зона брака находится рядом с премоторной двигательной корой. Глобной доли. Их соединяет толстый пучок аксонов с ярных волокон и другообразным пучом. И поскольку они лежат на поверхности, то при различных ранениях, особенно во время войны, погреждаются они довольно часто. И нарушения речи, которые при этом возникают подробнейшим образом были изучены. В частности, у нас в стране в Великой Отечественной войне. Они бывают очень разнообразные и только в общих чертах можно характеризовать их различия. Вот что происходит, когда нарушается работа зоны брака. Это моторный центр речи. человек хочет сказать, что он был в понедельник 9 часов утра в больнице вместе со своим отцом. И он вполне себя понимает, что он хочет сказать. Но только ему трудно подобрать слова, он не может построить правильную грамматическую конструкцию. В некоторых случаях ему трудно эти слова произносить, речь становится невнятной. А в правом полушарии находится симметричная область мозга, при повреждениях которой само говорение не нарушается, но речь становится такой, более механической, невыразительной, эмоциональной. При нарушении зоноговерники все гораздо хуже. Потому что человек может говорить бегло, очень быстро, произносить слова, даже строить правильные фразы, но слова эти подбираются каким-то случайным образом, фразы получаются бессмысленные. То, что человек говорит бессмыслица, он не осознает, обращенную к нему речь, в отличие от предыдущего случая, часто не понимает. Это гораздо более тяжелое нарушение. Ну и вот оказалось, что у большинства людей эти речевые зоны находятся в левом полушарии. И встретил бы из них вопрос, за что отвечает правое полушарие, раз этих зон там нет. Этот вопрос стали изучать разные ученые, известный из них Роджерс Пэрри. За эти работы получил Лоббергскую премиум физиологии, медицине. В целом оказалось, что вроде бы левое полушарие такое более логическое, как было на первой картинке, если вы обратили внимание, не заставки. А правое полушарие отвечает за более такое образное мышление. Например, та область, которая отвечает за логику, интерпретацию всяких фраз, абстрактное такое логическое мышление. В первом полушарии и в первом полушарии отвечает за ориентацию в пространстве. По-видимому, опять-таки, эти два типа функций, те, что взаимосвязаны между собой. И даром логические конструкции можно представить в виде кругов, которые включаются и пересекаются друг с другом. Разницу в том, как интерпретируют окружающий мир эти полушария, можно понять по результатам экспериментов, на больных, у которых связь между ними нарушена. Опять же, при некоторых формах эклепсии приходится рассекать вот этот самый толстый кучок аксонов в мозолистое тело, который соединяет правое и левое полушария. А в правое и левое полушария зрительная информация поступает хитрым очень образом. От левой части поля зрения каждого глаза информация поступает в правое полушарие, а от правой в левое полушарие. И в норме они обмениваются этой информацией. А если разрезать между ними связь, то зрительная информация не обменивается. Левые другими формами обмениваются. Кроме того, надо помнить, что правое полушарие управляет у нас левой рукой, а левое полушарие управляет правой рукой. Ну и вот человеку, у которого нарушена связь между полушариями, показывают на секунду предметы так, чтобы он не успел перевести взгляд. полушарие. И тогда информация об одном предмете попадает в одно полушарие, а в другом предмете в другое. А вилке когда она попадет в левое полушарие, потому что она падает в этих условиях на правое поле зрения, а карандаше в правое полушарие. После этого ему говорят назовите предмет, который вы видели. Какой предмет он назовет? Вилка. Правильно. А дальше за этим экраном лежат предметы, которые он не видит. ему говорят найдите предмет, который вы видели на ощупь. И он находит и выбирает карандаш. Может быть более понятно, что происходит, когда показывают вот такие составные лица таким же больным. Видите, какое лицо ему показали на экране. После этого ему говорят расскажите, кого вы видели. И его левое полушарие, которое видело это изображение, говорит, я видел мужчину с черными бровями, темными усами. А после этого ему говорят, покажите, кого вы видели. И его левая рука, которым управляет правое полушарие, показывает лицо женщины. Лицо юной женщины. Вот так удивительно, если я расскажу, что происходит, если что-то в мозгу нарушается у человека. во-первых, у разных людей даже лечевые зоны находятся в разных местах. Например, у большинства левшей, как оказалось, зоны речи расположены в правом полушарии, хотя не всегда. И у некоторых правшей тоже, но только очень редко. И если происходит поражение этих зон, до возраста двух-трех лет, когда человек освоил как следует речь, то почти всегда он научается говорить нормально, потому что эту функцию берут на себя соответствующие зоны противоположного полушария. А если нарушение этих зон, например, в результате инсульта, кровоизлияния в мозг происходит во взрослом возрасте, то тоже довольно часто речь восстанавливается за счет работы зон другого полушария. Чаще у женщин, чем у мужчин. Почему? Даже если обширный участок мозга в результате инсульта погиб, и человек на время утратил всякую способность реагировать на окружающий мир и двигаться, как бывает при тяжелом инсульте, то не так уж редко, довольно часто последствия функции мозга могут полностью восстановиться. Вот недавно была переведена на русский язык, книжка такая на английском языке, это был бестсцель. Женщина нейрофизиолог получила тяжелый инсульт. К ее счастью, это произошло на работе, а работала она в госпитале. И коллеги ее почти сразу же увидели и в первый час доставили ее в палату интенсивной терапии. Но довольно долгое время после этого она не могла ни говорить, ни двигаться, почти все ощущать, что называется почти что впала в пол. Ну а потом постепенно все функции ее мозга восстановились и она описала в этой книжке что при этом происходило, анализируя свой собственный опыт с научной точки зрения. Ну и если целый мозг человека действительно заменить нельзя, в отличие кстати от многих других органов, которые заменяют сейчас разными способами, подумайте, почему мозг не заменен, в отличие от других органов, то отдельные его части и сами взаимозаменяемы, как показывают эти данные, да, и заменить их по-видимому можно, потому что сейчас известно, что нервные клетки, по крайней мере, в некоторых отделах мозга восстанавливаются. Даже у взрослого человека, в том самом гиппокампе, который отвечает за научение, а также в мозжечке сохраняются стволовые клетки, они делятся и частично восстанавливают погибающие нейроны. Ну а если это так, то может быть им можно помочь получить такие более молодые стволовые клетки, эмбриональные, научить их превращаться в нервные, для этого на них надо подействовать особыми веществами в культуре, подсадить их в пораженный участок мозга, они там размножатся и залечат повреждения. Первые такие опыты на животных являются личные результаты. Например, при разрывах спинного мозга обычно образуются рубецы, соединительной ткани, аксоны не могут прорасти сквозь него и сохраняется паралич, например, задних конечностей. Если в это место подсаживали стволовые клетки, турбец не образовывался, аксоны прорастали через этот участок и крысы с такими повреждениями снова научались через некоторое время ходить. при поражениях сетчатки там тоже терапия стволовыми клетками дала результаты на животных и видимо скоро будет использоваться на человеке. А вот может быть самый впечатляющий успех пока правда тоже достигнут только на животных. Хотя рекламируют такое лечение у человека видимо это жульничество. это лечение болезни Паркинсона. Знаете что это такое? У многих пожилых людей трясется голова и руки им очень трудно начать произвольное движение и контролировать его. Происходит это из-за того что на границе промежуточного среднего и заднего мозга гибнет такая группа нейронов субстанция нигра черная субстанция которые вырабатывают определенные нейрадиаторы вещество дофамин для того чтобы у этих больных болезнь не прогрессировалась им приходится постоянно принимать препарат предшественник дофамина сам дофамин не проникает в мозг из крови тогда развитие болезни замедляется но в конце концов оно все-таки приводит к тяжелой инвалидности ну вот почему они гибнут неизвестно может их можно заменить на похожие подсадить стволовые клетки научив их превращаться в такие же нейроны они будут вырабатывать дофамин в мозге на животных на обезьянах в первую очередь на которых можно воспроизвести болезнь Паркинсона природить животные и не болезнь почему-то это удалось ну а раз для какого-то определенного участка это удается в принципе то может быть когда-то эти методы и будут усовершенствованы я хочу порекомендовать две книжки если вас интересовала тема нейробиологии одна старая вы можете найти только где-нибудь в интернете где она кажется выложена кстати в открытом доступе где вот здесь более доступна на популярном уровне а здесь более научным языком но зато эта книжка новая ее можно купить описаны многие интересные особенности работы мозга человека